МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свою работу в эфире продолжают новости дня в студии Наталья Савицкая. Здравствуйте! Мы расскажем о главных событиях этого четверга в ближайшие 20 минут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Машины в кювете. Водители жалуются на скользкие дороги. Прокуратура новгородского района ведет проверку качества уборки и посыпки проезжих путей. Мамы на обочине. Почему таксисты отказываются принимать заказы, как только слышат, что везти придется семью с одним, двумя или тремя детьми? Кино о настоящем человеке. Киноленту Рената Давлетьярова. Летчик новгородские зрители увидели за день до всероссийской премьеры. В Маловишерском районе разыгрались настоящие шекспировские страсти с криминальным уклоном. Мужчина попытался зарезать свою знакомую, а затем покончить с собой. По версии следствия, 1 декабря в квартире одного из домов поселка Большая Вишера между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого представитель сильной половины человечества ударил ножом свою сожительницу. На помощь потерпевшей пришел сосед, который оттолкнул подозреваемого и на руках отнес женщину к себе в квартиру, где вызвал ей скорую медицинскую помощь. Конфликт из-за чего? Преревновал или что ты говоришь? К кому? К соседу. К какому соседу? Не знаю. Не доведя замысел до конца, злоумышленник попытался покончить с собой. В настоящее время пострадавшие и подозреваемые госпитализированы в больницу. Как полагают следователи СК, мотивом совершенного преступления послужила ревность. Расследование продолжается. Снегопад наконец прекратился, а значит, ничто не мешает коммунальщикам работать в полную силу. Проверить, как чистят дороги в Новгородском районе, отправились представители районной прокуратуры. Наш корреспондент Анна Вихрова присоединилась к рейду. Сразу два автомобиля в Ермолине оказались в кювете. Скользкая дорога сыграла злую шутку с Форд Фокусом. Машину пришлось вытаскивать с помощью эвакуатора. Занесло около остановки. Дороги на этой не чищены? Ну, а какая она, чищенная что ли? Через несколько сотен метров еще одна съехавшая машина. Рено Сандеро практически полностью оказалась в канаве, заполненной водой. За последние несколько дней из-за плохо убранных дорог не только в областном центре, но и в других районах количество аварий резко увеличилось. За проверку взялась прокуратура. Теперь они контролируют качество уборки. Вот, собственно, наглядный пример. Вот дорога у нас регионального значения, которая проходит через населенный пункт поселок Пролетарий, но явно не соответствует установленным требованиям. Сейчас мы это все зафиксируем. Несмотря на то, что у нас нормативный срок устранения недостатков, соответственно, уже вышел, мы не наблюдаем, что работы проведены. Собственно, здесь все очевидно налицо. За уборку дорог регионального значения отвечает Новгород-Автодор. За внутрипоселковые улицы местные подрядчики. В Пролетарии, как оказалось, предприниматели достаточно неплохо справляются со снежной стихией. Тут было не выехать. Мы хотели в поликлинику съездить, было на машине не выехать. Ну, а так более-менее. Вечер почистили. Нет, делают уборку. В Пролетарии общая протяженность улиц 38 километров. Так что со снегом пока справляются три единицы техники. Грейдер, трактор и комбинированные машины для посыпки дорог. Жалобы поступают от жителей, но больше не жалобы даже, а заявки на небольшие дороги, проулки. Потому что, ну, как и везде, в первую очередь мы сначала расчищаем центральные дороги, а уже в дальнейшем расчищаем проулки, проезды к индивидуальным домам. А вот жителям небольших деревень везет, как правило, меньше. Техника за целый день может и не появиться вовсе. И тогда рассчитывать приходится на собственный ручной труд. Проще говоря, разгребать снег лопатой. Из Новгородского района Анна Вихрова, Олег Федоров, Петр Самусов. Новости. Новгородское областное телевидение. В нашей области проходит большая конференция по ресурсам сбережения семьи, как главной ценности нашего общества. В течение двух дней эксперты из 75 регионов страны пытаются выработать механизмы преодоления кризисных ситуаций. Предварительными итогами участники поделились на пресс-конференции. Пресс-конференция прошла в формате видеотура. Своим коллегам из российских регионов новгородцы показали успешные практики, реализуемые в социальных учреждениях области при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. К каждой семье сегодня применяются адресные технологии, направленные в первую очередь на сокращение бедности. Это и школы ответственного родительства, и семейные гостиные, и большая работа по консультированию мам и пап в части применения законодательной базы в сфере соцзащиты. В то же время большой популярностью у детей пользуются всевозможные мастер-классы и профориентационные программы, позволяющие детворе определиться с выбором будущей профессии. Конечно, продуктивному диалогу способствует создание доступных и комфортных условий, но не менее важна и ценность человеческого общения, а главное – уважение к тем, кому потребовалась помощь и поддержка. Пока каждый из нас через себя не пропустит, что это человек, и он уважаем, и его трудная жизненная ситуация заставила, наверное, способствовала, скажем так, случаю тому, что он попал в кризисную ситуацию, вот мы должны это знать и условия создать для того, чтобы человек раскрылся, чтобы человек себя чувствовал нужным, востребованным, защищенным, чтобы ему было легко в этих условиях. Социальными услугами ежегодно пользуются порядка 20 тысяч новгородских семей, более трех тысяч находятся на социальном сопровождении. Как результат, почти 90% воспитанников социальных приютов возвращаются в кровные семьи. К жизни в новых условиях вдохновляют и возможности социальных контрактов. Сумма на реализацию этого проекта в регионе в 2021 году будет увеличена до 480 миллионов рублей. В особом отношении и внимании нуждаются самые маленькие члены нашего общества. Удивительно, но факт. Порой маме с одним или двумя малышами не удается воспользоваться услугами такси. Водители не хотят брать заказы, потому что не оснастили машины специальными детскими удерживающими устройствами. Как решить проблему и кто в первую очередь должен задуматься о детской безопасности, разбиралась Арина Аксенова. Как доставить ребенка в детский сад, школу или поликлинику? Если автобуса не дождаться, а по нечищенным дорожкам ни коляска не проедет, ни маленькие ножки не пройдут. Казалось бы, выход очевиден – потратиться на такси. Но и здесь новгородские мамы столкнулись с неожиданными сложностями. Привет! У Кристины трое малышей. Для любой мамы это означает непрерывную цепочку простуд. Поэтому, например, в поликлинику приходится выбираться довольно часто. Бывает, что и пару раз в неделю. И, конечно, никто не отменял походы в гости и прогулки в парке. Времена, когда молодая мама становилась затворницей, к счастью, давно миновали. Но когда снегу навалило, оказалось, что логистика такой большой семьи – та еще задача. Трое маленьких детей – это три кресла, по правилам. Вызывали однажды, когда очень опаздывали, тем более, если утром прием. Приезжают. Я даже удивилась. И таксисту честно говорю, я удивлена, что вы к нам приехали. Потому что я честно сказала, что у меня трое маленьких детей. Но, по-честному скажу, таксист приехал без кресел. То есть мы просто все уютненько разместились на заднем сиденье вчетвером. Представители таксопарков отказались давать комментарий на камеру, но в телефонном разговоре поделились – только 10% новгородских машин такси имеют детские кресла. Зачастую это водители, у которых есть свои дети. Но дождаться такую редкую птицу очень сложно. Пытаемся заказать машину с креслом через приложение. Безуспешно. Через диспетчерскую – тот же результат. А есть возможность с креслами? Нет, 100% кресла не найдем. Вам принципиально машину с креслом искать? Ну, хотелось бы. Если найдем, то одно, но вы можете прождать ее очень долго. Потому что большая редкость – водитель с креслом. Мы можем написать. Во-первых, доплата будет плюс 50 рублей за каждую. Прождать будете долго. Такое положение дел часто вынуждает мам идти на хитрость и не предупреждать водителя о том, что в машине поедут дети. В этом случае возникает вопрос – кто заплатит штраф, в случае снарваться на ГИБДД. Если водитель берет заказ, где написано, что здесь тема, я написала, что здесь нет, то ответственность берет водителя на себя. То есть не вы выплатите штраф. Поэтому мы просто прописываем, когда клиенты звонят нам, что детишкам, мы просто пишем с ребенком, с двумя детьми и так далее. Водители уже берут на свое осмотрение. Чаще всего они берут такие заказы без проблем. С другой стороны, нередки случаи, когда водитель, увидев детей, о которых его не предупредили, отказывается выполнять заказ. И остается мама с малышами на обочине. Кто же виноват и что делать? Пока закон не обязывает оборудовать машины такси детскими устройствами. Но, как известно, спрос рождает предложение. И, возможно, чем больше родителей будут настаивать на своем праве получить комфортную и безопасную услугу, тем больше водителей решится возить у себя в багажнике хотя бы небольшой бюджетный бустер. Пять звездочек от новгородских мам им будут обеспечены. Арина Аксенова, Андрей Шестаков. Новости. Новгородское областное телевидение. В Шимском районе подходит к концу ремонт местной больницы. Планировалось, что работы завершатся к середине января, но есть шанс закончить их досрочно еще до нового года. За ходом переделки наблюдал Виктор Михайлов. Здесь у нас при поликлиническом отделении процедурный кабинет предусмотрен, где пациенты амбулаторно могут получать по назначению врача-терапевта или узких специалистов по назначению инъекции. Главный врач Шимской ЦРБ с гордостью показывает уже практически завершенный ремонт третьего этажа. Осталась лишь небольшая малость поставить мебель в пару кабинетов и в коридоры. А вот в палату уже хоть сейчас можно класть на стационар. Дейринген кабинет на первом этаже с новой установкой, полученной по программе модернизации первичного звена, уже практически готов. Осталось только подвести отдельную сеть питания и можно запускать. Все строительные работы на 99% завершены. По второму этажу осталось монтаж вентиляции и пожар, пожарная сигнализация. Должны дойти датчики, которые будут установлены. Сейчас подрядчик заканчивает наружные работы. Отреставрировано крыльцо и установлен навес у приемного покоя, а у центрального входа появился пандус для маломобильных граждан. При этом удалось решить и самую важную проблему. К больничной канализационной трубе врезали отведение двух недавно построенных домов. Но из-за жильцов, которые бросали в слип все, от очисток картошки до обуви, труба постоянно забивалась и затапливала подвальное помещение. Сейчас мы с вами находимся не в кабинете, а в самом настоящем подвале. Буквально полгода назад здесь стояла вода по колено. И, как говорят врачи, пройти тут без резиновых сапог было невозможно. Сейчас тут полным ходом идет ремонт, а после этого создадут центр по стерилизации инструментов. Капитальный ремонт больницы, который длится чуть больше двух лет, скоро подойдет к концу. Как нас заверил главный врач, все работы будут завершены 25 декабря. А после начнется процедура лицензирования, и летом 22-го больница начнет функционировать в полном объеме. Из Шимского района Виктор Михайлов, Андрей Константинов. Новости Новгородское областное телевидение. Этому доктору многие обязаны сохраненным здоровьем или даже жизнью. Сегодня свой юбилей отмечает один из ведущих онкологов Новгородской области, заслуженный врач России Вячеслав Черенков. 60 лет он посвятил медицине, и неудивительно, что даже в день рождения наш корреспондент Максим Широковский застал Вячеслава Григорьевича на рабочем месте. АПЛОДИСМЕНТЫ Причем профессионал начинал путь в этом направлении, когда о раке было практически ничего неизвестно. Мы рады, что вы есть у нас. Вы человек, который... Ну, вы всегда рядом. Это самое важное, потому что практически каждый из нас вообще, наверное, не представляет онкодиспансера без вас, без вашего имени, без ваших рук, без ваших знаний. Праздник праздником, но Вячеслав Григорьевич знает цену своему времени. Поэтому даже в день рождения на рабочем месте. Можно сказать, что без профессора и не было бы никакого областного онкологического диспансера. В середине 90-х Вячеслав Григорьевич потратил немало сил и нервов, чтобы доказать необходимость появления в регионе такого медучреждения. Приходилось находить общий язык не только с представителями власти, но и с простыми людьми. Прежде всего необходимо было создать общественное мнение о необходимости строительства такого центра онкологического. Были письма с Малой Вишеры, когда целое село, подписавшись на имя губернатора, прислали письмо о том, что лучше создать центр нетрадиционной медицины, нежели онкологический центр. С годами Вячеслав Григорьевич не теряет рвения в своей профессии. Он все так же работает с пациентами, передает свои знания студентам, готовит ординаторов, занимается наукой. А в последнее время активно проявляет себя и в инженерной стезе. На счету профессора 20 запатентованных изобретений, аппаратов для диагностики и лечения злокачественных образований. Работать по трафарету – это удел, наверное, таких, которые не видят себя в лице врача. Врач, он должен всегда совершенствоваться и повышать свои знания. Вячеслав Григорьевич не считает, что в ближайшее время будет изобретено универсальное лекарство, которое избавит человечество от угрозы онкологических заболеваний. Профессор делает ставку на ранние диагностику и лечение таких недугов. И тут еще есть над чем поработать. Поэтому доктор и не думает уходить на пенсию. Максим Широковский, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Подразделениям госавтоинспекции области сегодня торжественно вручили ключи от новеньких машин. Служебный автопарк удалось обновить благодаря федеральному проекту «Безопасность дорожного движения». На службу в подразделения госавтоинспекции области поступили 23 новых машины «Лада Веста». Большая их часть – 14 авто – останется в Великом Новгороде. Остальные будут работать в районах. Эти транспортные средства предназначены для работы только сотрудников ДПС. То есть это машины, которые будут работать на дороге, контролировать безопасность дорожного движения. И все, что предусмотрено национальным проектом – это снижение смертности на дорогах. То есть одна из тенденций, которую мы должны выполнить – это благодаря новому автопарку. По словам руководства регионального управления ГИБДД, на этих машинах сотрудникам будет комфортнее следить за порядком на дорогах. Новые авто отличаются повышенной энергообеспеченностью, оборудованы внутренними и внешними видеорегистраторами, спецсигналами и громкоговорящими устройствами. Кстати, не так давно наш регион уже получил 59 новых машин. Таким образом, почти две трети гаража областной госавтоинспекции – автомобили, которые не так давно сошли с заводского конвейера. Сегодня в прокат выходит картина Рината Давлятьярова «Летчика. Подвиги советских пилотов во время Великой Отечественной войны». Фильм снимался в Демянском районе, где в те годы шли реальные тяжелые бои. На один день раньше всероссийской премьеры зрителями картины стали новгородцы. Первые впечатления от просмотра киноленты собрала Мария Зверева. Знакомые пейзажи, озера, реки, непроходимый лес и уже давно мертвая деревня Робежа на фоне ужасающих событий 1941 года – все это в премьере «Летчика». Новгородцы увидели кинокартину на большом экране и по-настоящему прониклись истории о Николае Комлеве, которая снималась в родных краях. Эта история не только про войну с немецко-фашистскими захватчиками, но и про борьбу с самим собой. Поражает, как главный герой до последнего боролся за шанс на выживание. Кроме того, образ Николая Комлева собирательный. Удивительно, что в нем отражены истории сразу нескольких летчиков Великой Отечественной. Больше понравилась вторая половина фильма, потому что первая очень тяжелая. Прямо, не знаю, местами даже до слез, хотя я очень такой, как бы сказать, человек терпеливый. Ну вот, когда главный герой упал в эту охотничью яму, в капкан. Не знаю, конечно, создателей фильма, где они взяли этих зверей, как вот это они снимали, но очень правдоподобно и страшно. Николай Комлев прообраз сразу нескольких героев Великой Отечественной. Несмотря на серьезные ранения, они садились за штурвал и продолжали совершать подвиги в воздухе. На основе их судеб и сложилась история о летчике, который спасается от немцев и волков, пробирается к своим сквозь метель и ледяную воду. Именно эти кадры в фильме снимались практически всегда с первого дубля. В лютом холоде и на снегу повторять несколько раз сложно. Петр все время идет по девственному снегу, ползет по девственному снегу. Ни одного свидания я хотел бы оставлять. Вот, ну а как? Конечно, и холодно, и метель дует, и волки, которые настоящие, поглядывают в лес все время. Они хотя и выросли, так сказать, питомники, но они не дрессируются. Чтобы все было максимально правдоподобно, немцев играли актеры из Германии. Около деревни Робежа восстановили мост и построили немецкую сторожевую будку. А исполнитель главной роли Петр Федоров для съемок летчика похудел на 15 килограмм и отказался от дополнительного утепления в одежде. Все, чтобы по-настоящему вжиться в роль. Ну, если надо идти в холодную воду, ну да, просто зайти в холодную воду и попробовать добраться до берега. В том числе и волки. Я убегал, как Петр Федоров, я не как Коблев убегал. Но потом все-таки мы занимаемся современным кинематографом. Это приключенческая история. И, ну, все должно быть по-настоящему. За значительный вклад в развитие региональной кинематографии и сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны Елена Кириллова вручила Ренату Давлетьярову благодарственное письмо губернатора Новгородской области А самого летчика уже можно увидеть на всех экранах страны. Мария Зверева, Галузд Гивандзян, Новости, Новгородское областное телевидение. На сегодня все. Напомню, что поделиться интересной информацией вы всегда можете по телефону нашей редакции. 70-30-03. Темы для сюжетов и предложения мы также принимаем в соцсетях. А все материалы и выпуски оперативно появляются на нашем YouTube-канале Новгород ТВ Ньюс. О погоде через несколько секунд я прощаюсь с вами и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова